здравствуйте ребят пожалуй тема которая порой бодоражит умы многих мужчин независимо от того как они относятся вообще к способностям девушек овладеть этим шестиструнным инструментом музыкальном смысле вы можете ласкать гитару женщину говорил джимми пейдж а если гитара в руках женщины таком контексте получается очень эротично но почему же тогда до сих пор упорно бытует точка зрения что девушка и гитара вещи несовместимые почему когда группа ищет гитариста то почти никогда не принимает во внимание девушек гитариста но возьмем журнал за ровным столом 2003 года где представлен составленный редакции журнала список 100 величайших гитаристов всех времен и в этом списке есть две гитаристы это джонни митчелл и джон джет это много или мало ответ на этот вопрос зависит от того какой позиции вы придерживаетесь относительно конгломерата женщины и гитары спорить на эту тему можно бесконечно но порой интереснее факты и реальные истории можно сказать несколько слов о нескольких девушек гитаристов которые кое-что достигли на музыкальном поприще но прежде чем окунуться в это поприще давайте ознакомимся с результатами нашего еженедельного выпуска на засыпку прошлый раз был такой вопрос какая рок-группа и винодельческая компания warsburne estate заключили контракт на выпуск коллекции вин названных в честь песен легендарного коллектива приобрести напитки посвященные творчеству рок-группы можно на заказе итак вариант а кинг даймонд эбигейл вариант б слэр рейчин блэд вариант в эйси-диси бэк-энд-бэк вариант г холли музыз ту-дрэнк туфак слишком пьяна чтобы сношаться и так 2011 году эйси-диси и австралийская винодельческая компания верборн и стейт заключили контракт на выпуск коллекции вин названных в честь песен легендарного коллектива коллекцию вин имени эйси-диси включены следующие номинования бэк-энд-бэк ширас урожая 2010 года красное сухое и шок ми и night long мускат урожая 2011 года белое сладкое хайдвэй тухэл фаберне савиньон урожая 2008 года красное сухое хэлбэлс савиньон блан урожая 2010 года белое сухое приобрести напитки посвященные творчеству эйси-диси можно магазинах австралии я думаю что если хорошо приплатив можно заказать прямо из дома не вставая как говорится из своего кресла ну как я понял никто не угадал эх жаль ну что ж продолжим сегодня ребят вопрос очень даже не сложный бывшими и действующими участниками группы арии в разные годы был образован ряд сайт проектов и полноценных групп с легкой руки сергея маврина эти группы называют по этому циклу радиопередача них семейка арии или семейка ария в английском языке термин family применяется группам которые сопровождают большое количество связанных проектов например deep purple family black sabbath family кого к этой семейке не относят и так мастер команда под руководством андрея большакова маврин группы среди маврина основанная в мае 98 года и после успеха сайт проекта смутное время маврин исполняет хэви металл более мелодичный и с некоторым влиянием прогрессив металла типелов команда под руководством валерия типелова которая откололась от арии 2002 году и играет хард и хэви в ее создании участвовал также маврин терентьев манятин кроме последнего все последствия потянули команду артерия команда сергея терентьева основана в 2003 году после его ухода из группы типелов играет хэви металл артур беркут алли грановский александр манятин и так ребят все они вам знакомы но кто не относился как говорится к фэмили арии то есть к семейке мы ждем от вас с нетерпением правильных ответов ну а пока начнем итак первая команда который пойдет сегодня речь это хэллион американская хэви металл команда образованная восемь втором году в лос-анджелесе первый состав группы выглядел следующим образом энд болин вокал рэй шэнк гитара шон келли ударные и пейтон тусил бас с различными изменениями составе команда продолжает свою деятельность до сих пор энд болин познакомилась гитаристом рэй шэнком при весьма забавных обстоятельствах группа бэфл в составе которой болин играла преимущественно кавер версии деперпл юрай хип эмерсон лэйк энд палмер переманила к себе вокалисты из команды где играл рэй впоследствии пел в акцепт и бенгалор чар вскоре н и сама стала вокалисткой концу года у хелли он уже накопилось достаточно собственных композиций которые вошли на первую демо-кассету под названием он официал а у бэджет рэйп а самом начале восемьдесят третьего года группа записала самые дешевые студии города всего за 40 долларов две песни driving heart и black knife деперпл которые были выпущены в виде 7 дюймового сингла на мистик рекордс фирме специализирующиеся в основном на панк-роке на первую песню которую мы представляем вам в их исполнении явно не относится них панк року нигде purple ни ко всему остальному песня называется screams in the night крики в ночи панк-рок как дешевле и коммунизации панк-рок как дешевле и костюду дежурную полу панк-рок как дешевле и Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как пишет журнал Теранг, все записано в духе Кинг Даймонд, которым Энн, кстати, сильно помогла в 86-м, в раскрутке первого альбома команды. Помните, да? Альбом Fatal Portrait в Америке. С появлением собственного дела у Энн появились и соответствующие проблемы, некоторые из которых решали в судебном порядке, что не могло не отразиться на деятельности Хэллион. Новый альбом вышел лишь в 90-м году и был записан командой в сильно обновленном составе. От прежней команды Боулин остался лишь Чет Томпсон. А новичками стали старый знакомый Энн, диетарист Рэй Шэнк, басист Рекс Теннисон и ударник Кенни Эндрю. The Black Book представлял собой концептуальный альбом с кратким изложением мистической истории, описанный Энн в своем одноименном романе. А в мае Хэллион прибыли Советский Союз покорять сердца юных комсомольцев. В СССР команда выступала на монстрах рока в Москве и Ленинграде. На прощание Боулин клятвенно обещала вернуться и проехаться с концертами уже по всей стране. Однако вскоре после визита к нам Энн надолго исчезла из виду и объявилась лишь весной 2001 года, сообщив, что уже заканчивает работу над своим сольным альбомом, в записи которого ей помогают Рэй Шэнк и Чет Томпсон. Кстати, в этом же году Энн пришла на Тейлон Студио для записи Will Not Go Quality. Однако из-за проблем, которые возникли у продюсера Майка Джевис сразу после начала записи, процесс растянулся на полтора года. Альбом был выпущен в Германии в 2003 году на Massacre Records во многом благодаря помощи Оули Бэнк, менеджера Тин Даймонд. Ну а перед тем, как мы перейдем к обозрению данного альбома, давайте-ка послушаем композицию «Черная книга» или «Чернокнижник» с альбома 1991 года. В данной композиции рассказывается о самых мрачных, самых мерзких сторонах нашей жизни. Живи или умри? Вот в чем философский вопрос поется в данной композиции. Давайте ее послушаем. «Чернокнижник» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 По концерту «Монстры-рока» в СССР, который проходил в последние годы существования Советского Союза в Москве и Ленинграде. Долгое время от N и ее новых товарищей не было никаких известий. И вот, баааа, полузабытая легенда разродилась очередным студийным альбомом. Надо отметить, что за 20 лет музыка данного коллектива не претерпела особых изменений. Это все тот же дремучий хэви со злобно-истеричным вокалом, весьма несвойственным для женщин. Здесь и ошметки допотопного прогрессива, и почти трешевые прогоны в духе раннего King Diamond, и различные фишки от новой волны, британского хэви-метал из далеких 80-х. В некоторых местах андельский голосок N звучит весьма примерско, создавая впечатление эдакого маленького хныничка, которая скручилась где-то в темном углу и стремится всячески оттуда напакостить. В целом, звучание альбома вряд ли можно назвать соответствующим для суровой действительности. Все инструменты звучат довольно сыровато и недостаточно жестко, хотя протюсированием занимался довольно известный в музыкальном мире Майки Дэвис, который продюсировал Киз Уасп Корн. Иными словами, дух давно минувших дней в последнем релизе Хэлион воссоздается с лихвой. Ну а что касается собственной музыки, то есть нельзя услышать особенного и цепляющего ничего. Хотя справедливости ради можно сказать, что несколько интересных моментов все же стоит отметить. К тому же на фоне жизнерадостных релизов последних лет депрессивно, дисгармоничные риффы Хэлион местами слушаются довольно свежо. Похоже, что Эйн Болин не хочется так просто тихо уходить, о чем и свидетельствует данная работа с соответствующим названием. Кстати говоря, в 2014 году Хэлион записали альбом «Карма и Бич». Ну а мы слушаем композицию «Велком» «Добро пожаловать». «Куда?» — стоит вопрос. «В ад или в рай?» «Иль еще куда?» Ну, об этом мы узнаем, когда послушаем данную композицию. Поехали! «Карма и Бич» «Карма и Бич» «Карма и Бич» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ледион получил письмо от Нью-Йоркской фирмы Thomas Public Retailation Inc. с предложением приобщиться к творчеству. Великолепной картике. Тысяча демонов. Это было круто и неожиданно. Мы, конечно же, согласились. Ну вот, просмотрев пару новых видеороликов, прослушав мини-альбом Go to Godess, заглянув на веб-сайт, мы собираемся приступить к непосредственному общению с демоном воплоти. Бадини, кибер в скорости, Бетховену спид металла с бешеной и великолепной Кэт. Интервью с ней можно прочитать в одном из ближайших номеров Legion Magazine, а пока в качестве интродукции несколько биографических фактов. Грей Кэт – единственный музыкант в своем роде. Она играет кусти из избранных произведений классической музыки – из Вивальди, Бетховена, Баха, Вагнера, Листа и Россини. И переортестрирует их целиком с виртуозностью на Шрей Гюча, после чего смешивает их с группой, играющей спид металл и классическим ортестром. Музыка The Grey Cat известна во всем мире своей феноменальной скоростью, сложными классическими мотивами, распределением контрабукта, гитарными рифами, маниакальными криками, тяжелыми ритмами и разрушительными звуками. The Grey Cat недавно была названа в ТОП-10 «Festest Shredders of the Time» журнала «Гучер 1». А вот награды, почести, пресс-релизы и ТВ-шоу «Грей Кэт». Полный стебедиант. Джарлярд Скулл по классу скрипте. Почетная выпускница Джарлярд. Лауреат награды Роберт Хафтейда за композицию и теорию Джарлярд. Концерт мастер Джарлярд при колледж ортестра. Лауреат международного соревнования артистов. Скрипка Carnage Restial Hell. Дебют на скрипке соло. Лауреат ТОП. Чэн Фестер. Шреддерс of all time. Гучер Он Магазин. Статьи, истории, интервью и отзывы. Spin Magazine, Гучер Он Магазин, People Magazine, New York Times, Гучер Ворлд и т.д. Ну а мы будем слушать что-нибудь из области погонения. Ну, например, 24-й каприз. Как вам, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну а теперь, ребят, пора, по-моему, подытожить. Итак, The Grey Cat – это сценический псевдоним гитарист, 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 гитаристы английского происхождения Кэтрин Томас, которая стала известной девушкой-гитаристкой благодаря своим трэш-метал-интерпретациям известных произведений классической музыки. Отличительными особенностями стильными особенностями Кэтрин Томас, это ее необычайная скорость игры на гитаре, ее любовь к обыгрыванию классической музыки, неудержимые вскрытивания во время игры и в целом исключительно тяжелый саунд ее гитары. Пожалуй, даже самый толстый медиатор для гитары мог расплавиться от скорости игры этой девушки. Эта одиозная гитаристка вышла даже в рейтинг ТОП-10 Фейстес Шраддерс оф Олд Чайм, опубликованного в глянце Глучелл Уан. Так что, ребят, мы, пожалуй, и закончим рассказ о наших металлических девушках на этой ноте. Ну а впереди, как обычно, нас ждет очередной еженедельный выпуск нашей рубрики «Угадай-ка». Мужайтесь! Поехали! В прошлый раз, ребят, оставил я вам композицию «Branding on the Heartbreak» с альбома «High and Dry» команды «Deaf Leppard». Как я понимаю, никто ее ни хрена не угадал. А я вам каждый раз новые призы, призы выдаю, а никто их не выигрывает. Ах, как обидно. Ну, что поделать. Как обычно, у нас новое задание. А призы, к сожалению, мы оставляем старые. Итак, у нас с вами остались неразыгранные. Супер-приз всех времен и народов. Пластинка группы Круиз. Крутится волчок. Ммм, мечта металлиста. Нашивка металлики. И холст известного художника, написанного карандашом. «Ленин в труде», где он следит за письменным столом и в плеере слушает что-то из области металлики. А рядом валяются на столе пластинки, сепультуры, металлика, тис. О, чё там только нету. Но это всё потом. А сегодня – круиз. Итак, чтобы эту пластинку получить, нужно сделать два действия. Указать правильный ответ и направить его на адрес нашей электронной почты. Ну и конечно, я вас данной пластинкой одарю. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а закончим мы нашу программу, как обычно. Из рубрики «По вашим письмам» предлагается любопытное письмо, которое нам пишет Татьяна Семенович из города Москвы. В начале письма идёт примечание. Нет, я не та, Семенович, которая с грудями, которая готова вскормить всю нашу Россию. Нет, я попроще, поскромнее. Итак, пришёл вам вот что. Антонио Вивальди записал свой цикл «Времена года» на цикл сонетов итальянского поэта своего современника. Не знаю, каковы были эти сонеты, но я попробовала проделать обратную операцию, написать цикл сонетов на музыку Вивальди. Охренеть! Я думал, только рыкает у нас сумасшедшая. Пришла весна, и стаи птиц над кручей Вновь радостные песни распевают, Цветы ласкают нежные солнца лучик, Ручей к реке с любовью воспешает. Но чёрный плащ накидывает тучи От глаз чужих, лазурь небес скрывая. И воет ветер, грозный и могучий. Когда я, грек-кэт, ёшкин кот включая? Блин, я так и думал, Что здесь без творчества грек-кэт не обойтись. Природа преисполнена смятенья, Но буря минет, кончится она. Развеет тучи, и в одно мгновение Вновь торжествуют металлера. Ну и дальше следует заявка. Исполните, пожалуйста, что-нибудь из Вивальди. Не уточняется, правда, в чём исполнении. Ну хорошо, раз у нас программа посвящена грей-кэт, То, пожалуй, мы и исполним композицию В исполнении Рей-кэт Вивальдис На которой, пожалуй, и закончим нашу программу. Кстати, следующая у нас будет посвящена команде Риот. Ну а я на прощание Желаю вам добра, независимо от погоды, Чтоб дорога была светла, Невысокими были горы. Я желаю вам тепла И весеннего солнца в душе, Чтоб любовь всегда ждала. И тяжёлую музыку дарю тебе. Пока. Редактор субтитров А.Сёмкин 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 Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова